Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Доктор Соколинский. Ну, говорят, что на ютюбе нужно людей развлекать. Но я не согласен, я согласен, что людям нужно в первую очередь помогать. Но тем не менее, сегодня будет очень интересно. Мы обсудим тему аллергии на холод, холодового дерматита. Такой аллергии, которая начинается вроде бы волшебным образом только когда наступает зима. Но на самом деле никакого волшебства и мистики здесь нет. Мы с вами разберемся, докопаемся до смыслов, потому что подписчики нашего канала по статистике это люди, которые интересуются книгами, которые любят хорошую музыку, хорошую еду. Поэтому, ну, для такой серьезной аудитории я сегодня расскажу не по принципу, где болит, там и мазать. А мы с вами погрузимся в смыслы и разберемся, почему холодовая аллергия может вас беспокоить. Как выглядит эта история? Ну, на первый взгляд, как вы видите, очень похоже на обычную аллергию. Разница в обстоятельствах, то есть проявляется, когда зима. Причем в начальных стадиях может касаться тех мест, где есть непосредственный контакт, то есть кожа лица, вокруг рта, например, руки. Померя того, как прогрессирует холодовая аллергия, то может быть и генерализованная форма, то есть, в общем-то, и на спине, и на ногах, где угодно. Как отличить, как точно себе ответить на вопрос, что это у меня аллергия на холод, а не просто так совпало, что сейчас холодно, Новый год, я много ем неполезного, и вот у меня аллергия. Для этого есть холодовой тест. То есть, кубик льда на 30 секунд просто приложить к коже и, убрав его, посмотреть. Если все покраснения, которые там, неприятные какие-то ощущения, исчезли моментально, значит, у вас просто нет никакой холодовой аллергии. Если там прямо вот краснота, которая никуда не уходит, то, соответственно, есть основания посоветоваться со специалистом. Но что скажет кожный доктор-то? Он скажет профилактически принимать антигистаминные препараты и мазать, соответственно, каймами антигистаминными. И еще, ну, может, посоветует кайма, которые защищают липидный слой кожи. Мы с вами, как договорились, копаем глубже. Что такое настоящая аллергия? Она подразумевает, что есть контакт с каким-то физическим аллергеном. Это либо вещество с антигенными свойствами, либо существо, ну, грубо говоря, микроб, как при аллергической форме бронхита. Здесь вопрос на засыпку. Как? Какое существо? Ну, если бы мы были физиками, мы бы сказали, что там кванты и энергии проникают через кожу. Но мы с вами не физики, мы с вами медики. И поэтому мы не можем обнаружить физическое вещество, физический белок, на который извне, который поступает, на который реагирует организм аллергии. Ну, оказывается, можем. В коже, просто не извне, а в коже образуются кариоглобулины, которые запускают все те же самые процессы. Весь вопрос только в том, почему у одного человека эти кариоглобулины образуются, а у другого нет. Чем это для нас с вами ценные знания? Ну, тем, что их можно, можно с ними что-то делать. Мы уже понимаем, что тут не чудо чудное произошло, а есть какой-то механизм. Значит, как реагирует организм на аллергию? Есть у нас тучные клетки, так называемые, которые располагаются рядом с сосудами. Их задача вовремя почуять то, что в крови есть иммуноглобулины И, или, как у нас обычно в простонародье говорим, иммуноглобулин Е, который вот вырабатывается в ответ на поступление какого-то чужеродного вещества, вызывающего аллергию. Эти тучные клетки высвобождают гистамин, медиатор воспаления, и благодаря ему начинается, собственно, процесс воспаления. Аллергия – это воспаление. Что там происходит? Начинает поступать кровь к тому месту, где вот эти обнаружены аллергены, о которых сигнализировали иммуноглобулины. Соответственно, поток крови – это краснота, это отечность. Вот вся такая история протекает у нас. Но теперь самое время разобраться, а какие настоящие причины, почему у одного человека вот этих вот провокаторов, каиоглобулинов, которые запускают аллергию, больше вырабатывается, у другого меньше. Первое. Ослабление кожи. Есть люди с повышенной проницаемостью кожи. Например, дефицит липидов, врожденная особенность, дефицит витаминов, минералов, антиоксидантов, жиров, нарушение жирового обмена, хронические гормональные нарушения. То есть, кожа, в принципе, ослаблена. Об этом вы, например, уже и так знаете, что она у вас легко реагирует на разный раздражитель. Второй пункт. Вот тут уже интересно. Высокий уровень воспаления. Низкого, так, высокий уровень низкого воспаления. Я вам очень советую, если вы найдете вечерок, чтобы посмотреть вот это видео про низкое воспаление, про питание против воспаления, вы себе очень вообще облегчите жизнь. Потому что это сейчас наиболее современное понимание, как вообще развиваются многие болячки у человека. То есть, вот есть это низкоуровневое воспаление в жировой ткани, и оно может разгораться в настоящее. И разговор не только, например, про аллергии на холод, а основная причина сердечно-сосудистых нарушений, повреждений сосудов, сахарного диабета, метаболического синдрома. И даже вот сейчас то, что мы боимся все вместе дружно с мерзким вирусом, его тяжелое течение также связано у людей с низким воспалением, которое потом вот превращается в цитокиновый шторм. Некоторые лекарства вызывают также ослабление кожи и холодовую аллергию. Ну, например, антибиотики, миорелаксанты, иммуномодуляторы, они стимулируют образование гистамина. А вот ингибиторы АПФ, кто это такие? Это вещества, которые назначают, ну, не знаю сейчас, половине, наверное, всех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами, с повышенным давлением. И это все, что связано с НЛА поилом, как бы это ни называлось. Они подавляют бродикинин, родственник, скажем так, гистамина, который его уравновешивает. Таким образом, они косвенно повышают тоже уровень гистамина в организме. Качество детокса в печени – это такая вещь, которой вообще никто не задумывается по их холодовой аллергии, потому что мы с вами только что разобрались, что это не реакция на какой-то внешне поступивший аллерген, а на то, что образуется внутри организма. Здесь нет никакого противоречия, потому что если печень не выводит эффективно из крови медиаторы воспаления, которые там образуются, они же не растворяются в воздухе, их нужно как-то обезвреживать. Тот же гистамин, соответственно, вещества, которые образуются в большом количестве при гибели клеток, при работе макрофагов. Вот если детоксикация на уровне печени не работает эффективно, то выводиться будут эти вещества медленнее, и они будут поддерживать уровень воспаления. Два слова скажу про продукты, потому что, ну да, есть продукты, которые повышают уровень гистамина в организме. Это рыба, это помидоры, яичный белок, клубника, земляника, шоколад. Но я думаю, что те, кто вообще что-то когда-то слышал об обычной аллергии, прекрасно знают, что эти продукты вот при любой аллергии использовать не рекомендуется. А теперь закапываемся чуть поглубже. Синдром даялого кишечника, синдром повышенной проницаемости кишечной стенки. Одна из главных причин иммунологических сбоев в организме – развитие аутоиммунных нарушений. И связано это всё с вялотекущим плеющим воспалением в стенке кишечника и, соответственно, нарушенной микрофлорой. Посмотрите, пожалуйста, вот это видео, которое сейчас видите на экране, ссылочку на него. Либо просто прогуглите «синдром даялого кишечника доктор Соколинский». И посмотрите видео, где я подробно рассказываю, как можно влиять на уровень аллергии в целом и на качество иммунитета через нормализацию микрофлоры, нормализацию состояния стенки кишечника. Со ссылкой на исследование вам будет интересно. Любые хронические нарушения в печени. Ну, мы говорили о том, что там может быть нарушен детокс, а как это вот в плане диагнозов или как вот это почувствовать в анализах, что у вас нарушена работа печени? Ну, самое грубое – это, конечно, когда в биохимическом анализе повышенная ЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТ. Есть видео у нас на канале про признаки больной печени, очень популярные, можно тоже посмотреть. Но, естественно, если есть диагноз хронического гепатита, жирового гепатоза, если у вас есть камни в желчном пузыре, значит, у вас однозначно есть застой желчи, то это всё может быть предрасполагающими факторами. Поэтому печени нужно будет помогать. Мы об этом будем говорить дальше, немножечко подождите. Сейчас мы разберёмся с главными моментами и потом перейдём к методике. Как влиять на иммунные сбои в коже? Ну, нужно понимать, что микрофлора кожи, которая может сохранять липидный слой, которая может препятствовать повышенному перекисному окислению липидов и, соответственно, раздражению вот этими свободными радикалами нашей кожи, которая защищает от инфекции. Так вот, микрофлора кожи – это часть общей микробиоты. Самый эффективный способ воздействовать вообще на иммунитет – это нормализация микрофлоры, микробиоты в целом. Ну, а основная масса, где находится в кишечнике. Поэтому мы сосредотачиваемся обычно в своих усилиях именно на восстановлении микрофлоры кишечника. Какая стратегия? Вот теперь, значит, переходим к схеме использования натуральных средств. Я буду говорить о тех веществах, которыми я работаю уже десятилетия. У нас в этом году мы начинаем 20-й год, юбилейный год работы Центра Соколинского в Петербурге. Поэтому первое – нужно убрать, конечно, провоцирующие продукты в питании. Мы с вами о них говорили. И убрать все то, что мешает восстановлению микрофлоры кишечника. То есть, избыток быстрых углеводов, сладкого, мучного, наоборот, увеличить клетчатку. И нам необходимо с вами справиться с синдромом избыточного бактериального роста, если там пучине-погонение в кишечнике, повышенное газообразование связано с тем, что микрофлора нарушена. Второе, то, что я бы делал однозначно, это поддерживал бы печень, чтобы она просто элементарно лучше механически очищала кровь. Третье, я бы улучшил обмен липидов и дополнил вообще к питанию противовоспалительные вещества. Это в первую очередь и самое простое, самое системное и безопасное – это омега-3 кислоты. Я, например, мегаполинол советую всем принимать с сентября по март, если вы живете особенно в холодном климате, потому что это помогает вообще системно воздействовать и на обменные процессы, и на уровень воспаления. Фосфолипиды, они представлены уже лицетином, есть и с теми Соколинского также такой продукт. Уменьшать нужно влияние воспалительных состояний в кишечнике на кожу. Как очистить слизистый? Ну, быстрый способ – это с помощью пектина морской травы Застера, экстракта из него. Экстракта из морской травы Застера, простите, Застерим Детокс 65. Можно использовать суперфуды с противоуспалительным действием, которые также обладают перебиотическим действием. Это, например, вот Дейлика с хлорофилом, который – это стопроцентная биореакторная хлорела. Ну, и также, естественно, для восстановления микрофлоры на фоне изменения питания необходим синбиотик, то есть, это комплекс мультиштаммового пробиотика и перебиотика, который помогает бактериям лучше себя чувствовать при знакомстве с нашей микрофлорой. Также мы можем использовать уже, особенно при распространенных формах, мы можем использовать активные антиоксиданты и улучшать микроциркуляцию в коже, потому что, фактически, вот что бы там ни происходило, если там нормальное кровообращение, то, соответственно, меньше склонность к воспалительным, застаиванию воспалительной реакции. Таким образом, вот можно использовать сверхчистый дегидрогверцитинфлавоноид, пример его – это альфа-максиэл. Когда нужно начинать все это делать? То есть, конечно же, не тогда, когда уже чешется. Нужно тогда, когда еще осень. Так же, как и дерматолог, и аллерголог бы сказал, проводить профилактический курс. Как мы заметили уже за 20 лет работы в Центре рецепты здоровья, Центре доктора Соколинского, летом никому-то мы не нужны, все исцеляются сами. Зимой – это вообще для человека любого более сложный период. Почему? Потому что наше здоровье завязано на уровень энергии и на скорость метаболизма, отчасти еще на настроение, которое тоже зимой падает. И энергия, и метаболизм зимой требуют поддержки, если вы живете, конечно же, не в тропическом климате. Поэтому, то, что я сказал, это поименимо вообще для любого человека. То есть, нельзя сказать, что список из пробиотика, омега-3 кислот, фосфолипидов, средства, которые улучшают кровообращение, улучшают микроциркуляцию, что это нужно только тем, у кого холодовая аллергия. Тем и хороша и удобна натуропатия. Что у нее системное действие, то есть, она влияет на причины, а дальше уже зонтиком разворачиваются вот эти вот собственные эффекты. Я, поименимо, представляю, кто-то до последнего момента ждал, что я назову все-таки крем или лекарство, которое, поименимо, сейчас снимает симптомы. Не назову. Потому что то, о чем мы сейчас с вами говорили, это видео, оно вообще было не про снятие симптомов. Оно было про то, что организм подает, милостью Божией еще подает вообще, пытается подавать какие-то сигналы. Измени в своем теле некоторые вещи. Поправь что-то в питании. Если мы на них реагируем, то мы не сталкиваемся с более глубокими проявлениями. Если мы просто замазываем, как прыщик, декоративной косметикой и ничего не меняем внутри, соответственно, нужно ждать беды в каком-то другом органе. Кожа – это зеркало того, что происходит внутри. Будьте здоровы, будьте мудрыми, берегите себя.